Третьяковская галерея открыла, наверное, самую большую за последнее время ретроспективу художника Михаила Ларионова. Один из самых ярких представителей искусства начала 20 века, которому мы обязаны появлением слова «авангард», очень давно не имел выставки персональной. Нам хотелось показать на этой выставке не только Ларионова живописца, Ларионова графика, но посвятить ее его необычной и очень многогранной личности, человеку, который не боялся зайти на какую-то незнакомую ему территорию. Нам хотелось бы представить Михаила Ларионова. Выставка построена относительно по хронологическому принципу, но также по каким-то немножко тематическим разделам. Первый раздел просто вводный, показывает ранние работы Ларионова, работы его начала обучения в училище живописи и вояне изотчества. Но на самом деле о Ларионове заговорили, когда он показывает свои первые импрессионистические работы. Предупрежу сразу, что импрессионизм в то время был более широким понятием, и под ним подразумевалось как раз то искусство, которое Ларионова привлекало. Это работы Ван Гога, Бонара, ну и других художников. Ларионов очень разный, он не копирует импрессионистов, он как бы пропускает через себя все эти приемы, которые дополняются впечатлениями от того реального пленера, от южного солнца, от вот этого южного влажного воздуха, потому что большая часть этих сработ создана на открытом воздухе в саду-усадьбе его бабушки Тирасполи. Очень рано его произведения были замечены. На выставке показаны произведения, приобретенные в коллекцию Ивана Абрамовича Морозова. Это был, конечно, большой успех для молодого художника. А в 1906 году случилось знаменательное событие. Сергей Павлович Дягилев пригласил Ларионову к участию в выставке русского искусства 1906 года. Это была большая ретроспектива русского искусства, от иконописи до современных течений. Впоследствии Ларионов очень часто вспоминал это событие, о том, как он получил известие и приглашение Дягилева, и, собравшись буквально в одночасье, отправился в Москву. Ларионов необычный художник, и даже тема его произведения порой очень отличается от того, что происходит вокруг него. Потому что, конечно, вот целый фрагмент экспозиции, который посвящен такой неожиданной для художника авангарда анималистической теме. Жизнь, которая существует вокруг, Ларионову очень привлекает и интересует. Наверное, этим объясняется то, что действительно он много времени проводил в этой усадьбе, где, конечно, было хозяйство, где все эти гуси, утки существовали на равных правах. И Ларионов делает их героями своих картин. Недаром он сам говорил не пленэр, но живая натура. И вы видите, что здесь рыбы, валы, утки, даже экзотические верблюды и, конечно, прекрасные роскошные свиньи. В этих работах какое-то удивительное соединение рисунка и живописи. Живопись отвечает за цвет, рисунок за движение, потому что это именно живая натура. Кажется, что Ларионов опускает глаза вниз и видит там лежащих рыб, потому что Тирасполь на Днестре, а периодически Ларионов бывает в Одессе, где море. И вы видите, что вот эта живопись столь же важна, сама живописная структура, мазок, как и вот эта жизнь. Живопись тоже живет своей жизнью. Вот эти мазки, травы прорастают как бы в чешую рыб, и только вот этот красный контур выделяет для нас предмет. А розовая свинья, это просто кажется, что это повод для работы, для воплощения такого розового цвета, розовой краски. И, наверное, зелень, та трава, по которой гуляют эти свиньи, возникает не только потому, что они действительно там гуляют, но и потому, что зеленый и розовый, красный и зеленый, это два дополнительных цвета спектра, которые выделяют, оттеняют друг друга наиболее ярко. Рядом с обыденными сюжетами, свиньями, рыбами появляются и такие тоже необычные павлины. Экзотические павлины еще и повод для такого эксперимента со стилем. И в этой замечательной работе из Омского музея, это, конечно, попытка такого создания панно, такой эксперимент с арт-деко, со стилем модерн. И здесь, конечно, мы вспомним, что крылья демона состояли из павлиньих перьев, уврубили, что хвост павлина и рисунок его перьев – это такой любимый и очень частый мотив в декоративном оформлении в архитектуре модерна, в его живописи и графике. И здесь же Лорионов экспериментирует с изменением света. И вот что любопытно, если Клод Мане писал соборы при разном освещении, то Лорионов пишет либо угол сарая, за что получает нарекания рецензента, что это не тот мотив, которым нужно и можно вдохновиться, или павлинов, или рыб, или натурщиц при заходящем солнце, при утреннем освещении. Вот такой эксперимент. С самого начала своей художественной деятельности Лорионов постоянно находится в фокусе внимания художников, там чуть позже зрителей, журналистов, вокруг него все время кипит какая-то жизнь. И часто это завершается какими-то конфликтами, скандалами, которые потом он будет очень активно использовать еще как такой пиар-код, осознав реакцию. И казалось бы, такой человек должен создавать достаточно много автопортретов, потому что в конце концов любой автопортрет – это тоже своего рода самопрезентация. Однако на самом деле в творчестве Лорионов мы можем их пересчитать буквально по пальцам. Но при этом много каких-то автошаржей, зарисовок и так далее. И вот один из таких первых автопортретов – это вот тот, перед которым я стою. Вы видите, что он очень своеобразен. Лорионов изображает себя в образе такого какого-то ремесленника. Вот эта расстегнутая рубаха, какое-то полотенце в виде челмы, накрученное на голову. Ну, наверное, таких персонажей можно было встретить на берегу Днестра, где он, собственно, бывает часто. Он изображает себя в интерьере мастерской. За его спиной мы видим только что законченную картину, которая висит у нас на выставке на противоположной стене, интерьер с колодой. Мы видим незаконченную скульптуру деревянную. И здесь стоит вспомнить, что Лорионов пробовал себя и в этом искусстве. Что заставило его обратиться к этому? Возможно, знакомство и общение с Натальей Гончаровой, которая поступала в училище как скульптор именно Лорионов, привлек ее в живопись. Может быть, это своеобразная перекличка с Гогеном, ретроспективу которого он видел, когда был в Париже в 1906 году, потому что Гоген тоже был на все руки мастер и занимался скульптурой, гравюрой, живописью, рисунком. Ну, то есть Лорионов представляет себя как такого универсального художника, при этом на заднем плане мы видим пилу и здесь какие-то дрова. То есть вот эта ремесленная сторона, такая неромантическая, казалось бы, сторона искусства, он совершенно сознательно подчеркивает ее. И, надо сказать, таким лейтмотивом через все его манифесты, какие-то записи, дневниковые высказывания, проходит вот эта идея, что главное в искусстве ремесло, его ремесленная профессиональная составляющая. Я уже начала говорить про Гончарова. Собственно говоря, училище живописи вояне из отчества было тем местом встречи, той точкой их первого соприкосновения. В 1901 году, ну, как-то эта дата немножечко условна, они встретились и, конечно, их объединила не только любовь, но и любовь к искусству. И вот этот вот союз творческий, он был, наверное, рекордно длинным, потому что вся их переписка наполнена какими-то обсуждениями того, чем они сейчас занимаются, над чем они работают. Они часто подменяли друг друга, в театре просто порой работали в четыре руки. То есть это, конечно, был союз единомышленников. И именно поэтому на ларионовских портретах Гончарова предстает прежде всего как художник, не как муза, не как любимая там женщина, а как человек, с которым он вместе занимается искусством, своей живописью, своим любимым делом. И, может быть, именно поэтому образ Гончарова, ее облик очень как-то заостренный и как-то сквозь призму современного взгляда, современного искусства воспринятый им, потому что она была достаточно миловидна. Многие описывают ее такой конописный облик, но ларионов выхватывает из ее образа вот такие немножко резкие черты. Этот облик угадывается во многих ларионовских работах, которые, собственно, не являются прямыми автопортретами. Ларионов – человек, выросший в провинции. И эта провинция давала ему вдохновение. Не случайно ему так хорошо работалось там, и каждое лето он ездил в свой любимый Тирасполь. Вот этот яркий мир, немножко такой наивный, немножко, может быть, ну, в чем-то грубоватый, он ларионов вдохновлял. И как бы вот эти низкие сюжеты, которые вызывали у него там не тоску и не какое-то как бы уныние, как порой эта тема проходит в русской литературе, а наоборот восхищение вот этой, ну, искрящейся жизнью, пусть немножко такой, ну, как бы чуть-чуть грубоватый. Все эти сцены в трактирах, прогулки по провинциальным улицам, где можно было встретить, ну, совершенно замечательные персонажи, каких-то дам в невероятных шляпках, таких местных красавиц, какой-то вот этот южный воздух, насыщенный солнцем, светом. И вот эти работы провинциальной серии, провинциальный фран, провинциальная прогулка, провинциальная франтиха, они дают те истоки русские, которые, по мнению Ларионова, и лежат в основе, ну, русского современного искусства, ну, современного искусства, естественно, начала 20 века. Гончарова больше вдохновляли иконы, а Ларионова лупки и вывеска. Герои этих вывесок становятся персонажами его картин. И вы видите, что в провинциальной прогулке рядом с этими дамами вот возникает эта провинциальная франтиха, вот рядом он пишет ее отдельно, в большем масштабе. Вы видите, там как бы чуть-чуть загибается краешек вот эти афиши, намекая на то, что это то ли афиша, то ли вывеска какого-нибудь дамского магазина. Это был его любимый персонаж, он неоднократно обращался к нему и даже потом в парижские годы еще раз писал несколько раз эту франтиху как воспоминание вот о таком лучшем периоде своей жизни. И не случайно в интерьере мастерской он пишет именно франтиху. Это был еще, ну, своего рода диалог с французскими художниками, потому что композиция этой картины напоминает интерьеры Матисса. Одна просто достаточно близка одной из работ, которые хранились в коллекции, по-моему, Ивана Абрамовича Морозовой, которая сейчас существует в Эрмитаже. Она называлась «Панно-танец», там, по-моему, букет цветов, фрукты и букет цветов. А Ларионов на место Матиссовского панно, ну, так почти программно помещает вот эту свою франтиху, такой образец национального варианта авангарда. В 1910 году Ларионов оканчивает училище живописи и военнее изучество и попадает в военные лагеря. Ну, это был как бы обязательный этап. Попадает он туда в качестве офицера, поэтому, конечно, это все-таки не солдатская служба. Сначала он служит в Кремле. Казалось бы, для художников все-таки армии – это что-то такое непривычное. И, тем не менее, Ларионов и там находит новый источник вдохновения. Его первые работы солдатской серии, ну, мы могли бы сказать, реалистичные и почти автобиографичные. Вот это «Утро в казармах». Правда, на стенах этой казармы висят картины. Ну, скорее всего, наверное, это то, что домыслила фантазия Ларионова. Но достаточно скоро он как бы находит иную точку зрения, иную точку выражения этой темы. Как писал Романович, один из первых его биографов, учеников, оставивших замечательные воспоминания, он как бы погружается в саму стихию этой солдатской жизни. И появляются вот такие работы, как «Отдыхающий солдат». Безусловно, это не его сослуживец, это скорее такой немножко фольклорный персонаж. Как бы это такой солдат, который обладает всеми, солдатскими атрибутами. Ну, он такой веселый, румяный парень, у него обязательный кесет, обязательная цигарка в зубах. Это весьма возможно солдат, которого Ларионов обещал представить вместе с работами профессиональных художников на организованной им выставке. Он обещал, что есть такой талантливый фельдфебель, который вот пишет солдатскую жизнь. Правда, потом выяснилось, что фельдфебелю якобы начальство запретило экспонироваться на выставке с названием «Ослиный хвост», что может быть в равной степени и правдой, потому что можно себе представить, как шокировало любое военное начальство желание что-то показывать на выставке с подобным названием. Ну, так и такая немножко выдумка Ларионова. И здесь зато Ларионов свою работу как бы включает, может быть, те рисунки, которые мог бы сделать этот фельдфебель. Вот эти граффити на стенах с надписями. А Ларионов один из первых, который вводит надписи, тексты в свои картины. Причем это каждый раз тексты, которые имеют смысл. Самое забавное, что этот солдат лежит с перекрещенными ногами, лежит почти в позе Венеры. Еще одна серия, которую создавал Ларионов. Между ними как бы возникает такая перекличка визуальная. Ларионов создает Венеры, которые ориентированы и на разные слои населения. Ну, например, солдатская Венера и как бы серию национальных Венер. Кацапская Венера, еврейская Венера. Еще, ну, неизвестно, была ли написана, по крайней мере, известно по рисунку, негритянская Венера. То есть это разные типы красоты, разные варианты идеала красоты. Он говорил о том, что если вы покажете Джоконду, например, какому-то дикарю, он сошьет из нее сапоги, потому что это хорошо промасленный холст, потому что у него другие представления об этой красоте. И вот эту демократизацию красоты он проводит, создавая свои варианты Венеры. Вот Кацапская Венера. Вы естественно, это идеал такой народный, ну, такая полнотелая, крепкая женщина. Она в интерьере с тем, что ассоциируется и что входит всегда в этот народный идеал красоты. Ну, достаток. Это действительно, вот вспомните какие-то сказки, мифы и так далее народные. Там всегда описывается там какой-то терем, комната и так далее. Но при этом Лорионов человек, который очень связан с реальностью, с натурным впечатлением. Посмотрите, у нее неровно загорелые руки и ноги. Они загорелые так, как у работающих где-нибудь на открытом воздухе женщин. Или еврейская Венера, ну, как бы совсем иной типаж, иной, как бы какой-то, ну, как бы исходящий из другого менталитета. Вот этот интерьер с многочисленными подушечками и фотография Лихова с такими усами солдатика на сцене, который как бы перекидывает мостик между вот этими двумя сериями неопримитивистскими солдатской и серией Венер. В 1912 году Лорионов показывает первые лучиские произведения на выставке «Мир искусства». 12-13 год отмечают тот момент перехода за грань предметности, то начало абстрактного искусства, с которым, собственно, связывают имя Лорионова, ну, как бы такого реформатора тоже изобразительного искусства. И целый зал выставки мы посвятили лучизму. Здесь очень разные работы. Есть луческий пейзаж из Русского музея, есть луческий натюрморт, луческая колбаса из Кумбрия, из музея Людвига в Кёльне. Есть тот самый анималистический жанр – петух и бык из Третьяковской галереи. Есть, наконец, несколько произведений беспредметного лучизма. Это красные и синие линии из Уфы, это работы Тейт и работы из частного собрания. Такое многообразие жанров и, надо сказать, лучизмов как раз, наверное, дает некоторый ответ на вопрос, ну, а как возник лучизм? Лорионов всегда обладал очень остроумным способом объяснения таких вот вещей для публики. Он говорил о том, что мы должны, художник должен писать то, что видит. Как мы видим предмет? Мы видим предмет благодаря отраженным от него лучам, ну, которые, естественно, попадают в наш глаз. Так мы и должны писать эти лучи. Остроумное объяснение, обстроумная привязка к теории, с которой не поспоришь, потому что это, ну, физическая, физиологическая теория. И, как любая теория с такими художниками, то, что возникло потом. Конечно, он не иллюстратор подобных вещей. На самом деле, для Лорионова, для которого живописная поверхность, ее жизнь, это нечто такое же, имеющее право на существование, и для него столь же важная и столь же воспринимающаяся, как реальность, живущая по своим законам, по сути, это как бы еще один вариант такой самодостаточности живописи. Но любопытно, что каждый раз в основе возникновения любой его лучиской картины, как-то мне кажется, что в этом зале это довольно очевидно, лежит какой-то реалистический импульс, натурный мотив. Так, например, пейзаж из русского музея, это, конечно, в буквальном смысле впечатление от какого-то солнечного, может быть, вспышки от лучей, которыми пронизана листва в яркий день, и неслучайно вверху там прямо есть вот такая солнечная вспышка, и ты понимаешь, что само слово лучизм возникло у художника, привязанного, конечно, к югу. Очень редко у Лорионова такая абсолютная беспредметность, всегда угадывается, вот угадывается это какое-то реалистическое начало, и неслучайно, всматриваясь в этот пейзаж, мы находим там фигуру женщины, какие-то силуэты лодок. Это еще движение, вот то движение, которое когда-то он видел в живой натуре, движение, ускоряющееся ритм жизни вокруг, которые появляются автомобили, велосипеды, самолеты, электричество входит в обиход. Это вот те, то, что привлекает художника очень чуткого к изменениям окружающей жизни. При этом, объясняя так, как бы научно, свои теории, Лорионов так же, как с какими-нибудь Венерами, он тут же снижает, как бы нарочит этот сюжет, и публика, придя на выставку и видя там лучистскую колбасу и скумбрию, а рядом лучистский портрет дурака, конечно, пребывает в некотором шоке и недоумении, неслучайно рецензент писал, хорошо этому дураку и его близким никто его не узнает. И вот вся сумма этих впечатлений от окружающей жизни, вот этих импульсов новых, она, ну вот весь спектр в этих очень разных работах. И, может быть, в этом и главное качество Лорионова, вот такого художника-авангарда, не в каких-то революциях, которые он совершает, ну и которые он, по-раве, декларирует, а именно в том живом отклике на все новое и в той небоязни вступить на эту новую территорию. Цикл времена года, который относит к инфантильному привитивизму, ну, инфантильный от слова ребенок, детский, и который, понятно, почему так называют, потому что, ну, сравнивая их с детскими рисунками. Это своеобразный, на мой взгляд, ключ к вот этому периоду, к творчеству Лорионова. С одной стороны, это действительно кажется очень такие простые, ясные и понятные, в общем-то, всем, как детские рисунки изображения. Здесь уже как бы ушло пространство, весь рисунок дан на плоскости, вот разделенный на эти какие-то фрагменты. Здесь предельно ясный, ну, такой рассказ почти происходит. Например, вот весна, в которой мы видим фигуру Венеры, вот такой, причем легкомысленной молоденькой Венеры с этими купидонами, две головы влюбленных около дерева, начало полевых работ и, ну, уж совсем такая смешная наивная деталь, рассветшее дерево и гусеница, которая должна превратиться в бабочку. То есть, какой-то такой почти детский набор. Все это сопровождает большой фрагмент текста, написанного тоже откровенно детским почерком. Вот это такое какое-то лучезарное тоже, какое-то ощущение радости, которое тоже присутствует в таких наивных рисунках. Все это, ну, как бы говорит в сторону такой вот, ну, больше ясности, простоты этого изображения. Но, с другой стороны, вспоминая о том, как Ларионов экспонировал эти работы. А Романович говорит о том, что они и висели вот не так, как у нас здесь. У нас здесь не хватает одной части этого цикла «Лето». Она в частном собрании была, и, несмотря на усилия и мои, и моих зарубежных коллег, нам не удалось найти владельца этой картины, поэтому у нас их три. А висели они на выставке, где их показывал Ларионов, на выставке «Мишень» друг над другом, как бы повторяя вот этот вот круговорот природный, повторяемость вот этого цикла из года в год. И, надо сказать, вот этот календарный цикл, он был важен для самого художника. Вот это каждый год, когда он ездил на юг работать, тоже в какой-то степени подчиняясь вот этому круговороту времен года. С другой стороны, такая, как бы кажущаяся простота этих работ не так проста, потому что, если посмотреть особенно на соседнюю работу «Зиму», с вот этим удивительно написанным коричневым фоном, с какой-то втертостью краски, с какими-то декоративными моментами, с этим гармонизирующей композицию надписями, где каждая буква даже дана в несколько порой красок. И даже какие-то эти детали, ну, например, если понятно, почему такая весна, то почему вот эта зима с обнаженной фигурой, в общем-то, не очень понятно, потому что, если говорить о детском рисунке, ну, дети точно бы не изобразили зиму голой. Если говорить о каком-то, ну, народном творчестве, то тоже зима как-то, ну, она чаще всего изображалась в виде какого-то, наоборот, старого персонажа такого, вкутающегося в шубу. И здесь я как-то этим с интересом этим занялась, и оказалось, что такая традиция изображения в виде обнаженной фигуры, вот с неким покрывалом, идет почти с античных времен, встречается в Возрождении. То есть здесь мы видим, что вот Ларионов играет с нами в такую лукавую игру ясности, понятности и наивности. Вот это вот такой двойной язык, двойное качество Ларионова, который, с одной стороны, хочет говорить и говорит доступным языком, а с другой стороны, очень ценит ремесло художника, получает от него огромное удовольствие от самого процесса картины. И в этом, наверное, тоже его сходство с детским творчеством, потому что он упоенно пишет, рисует, создает какие-то театральные костюмы. Вот эта вот любовь к своему ремеслу, даже не к творчеству, а к своему занятию. Она неотъемлемая часть его жизни, и, наверное, это то, что дало ему возможность очень долго не уходить из этого творческого процесса. В 1915 году Ларионов вместе с Гончаровой уезжает из России. Опять такую важную роль в его судьбе сыграл Дягилев. Дело в том, что после успеха спектакля «Золотой петушок» в 2014 году, премьера которого состоялась в Париже и имела просто большой резонанс, оглушительный такой успех, Дягилев решает возобновить сотрудничество с Гончаровой. Но Гончарова не хочет ехать без Ларионова, и поэтому не отвечает на посланную Дягилевым телеграмму. Наконец он догадывается о причине, посылает телеграмму о том, что Ларионов, конечно, едет с вами. И вот через уже воюющую Европу Ларионов и Гончарова едут и, слава богу, благополучно добираются до Дягилева, который в Швейцарии с небольшой группой артистов занимается, как мы бы сейчас рассказали, разработкой репертуара на перспективу. Гончарова Дягилев приглашает для балета «Литургия», а Ларионову он поручает балет на тему русскую, это в этот момент Дягилев занят русской темой, «Полоночное солнце» на музыку оперы римского Корсакова «Снегурочка». Собственно говоря, Ларионов говорит о том, что он написал и придумал это название, и написал либретто балета, главный акцент, который связан не на историю, ну вот конкретно «Снегурочки», там Леля, а на вот этот языческий праздник, наступление весны, приветствие солнца. Он отметает важную роль для всех, кроме хореографа, то есть он достаточно быстро понимает, что главную роль в балете играет танец и начинает как бы работать в этом направлении. Это, правда, был опыт сына ошибок трудных, потому что он делает первые костюмы, такие достаточно объемные, к спектаклю «Полоночное солнце», вот там бабы в таких кокошниках сзади меня видны, и они большие были, эти кокошники, при этом он старается, чтобы они выполняли такие какие-то очень активные движения, то есть пляжка должна быть стремительной, и у них начинали слетать с головы эти кокошники, вообще все это было очень тяжело и сложно. И дальше Ларионов начинает сбавляться от того, что мешает танцу, то есть как бы душит в себе такого художника. И уже в следующем спектакле «Русские сказки» уже эта идея движения все больше и больше возобладает. Например, отдельную танцевальную партию получает даже часть декорации танцевала из «Баба-яги», роль которой исполняли двое артистов. А основную массу артистов Ларионов уже как бы раздевает, одевает в такие скорее близкие к репетиционным костюмам, и тяжелые какие-то элементы остаются только там, где они должны повлиять на хореографию, как, например, в костюме Лешего, который такой крючковатый, ну, косоватый, ну, то есть дерево. И еще одним спектаклем был спектакль «Шут», вот последний, где Ларионов делает все-таки такие объемные костюмы, они в том же 15-м году созданы. И изначально замышлялось, что каждая сцена хореографическая отделялась одна от другой вот таким опускающимся занавесом, ну, не занавесом, бархатным там, театральным, опускающимся занавесом, где должно было быть написан какой-то текст, ну, как на лубке, то есть картинка и текст. Ну, потом стало ясно, что из зала этот текст не читается, и остались буквы и там надписи только на первом занавесе, который появлялся после открытия, собственно, вот такого стандартного театрального занавеса. И там был тоже своего рода, ну, такой диалог Франции и России, потому что, с одной стороны, были скифские бабы изображены на занавесе, и собор Василия Блаженного, ну, такая яркая, декоративная. С другой стороны, Нотр-Дам и вот эти шартерские скульптуры, то есть такой диалог, надпись по-русски и по-французски, ну, такой вот, как бы, почти манифест. И на долгое время постановка спектакля была отложена из-за отсутствия денег. Когда к спектаклю Шут вернулись в 21-м году, ну, Дягилев поссорился с очередным балетмейстером и собирался сделать, ну, как бы, очередным претендентом на главного балетмейстеревой антрепризе стал Тадеуш Славинский, танцовщик польского происхождения, ну, который, к сожалению, балетмейстером не оказался. Вообще-то, Дягилев очень редко ошибался, но здесь вот как-то не повезло. В итоге Ларионов, который был к нему в пару, так, в дуэт этот ключон, сам поставил спектакль. Это, конечно, уникальная вещь, ставил он как художник. То есть сначала он начал по тактам рисовать мизансцены балетные в костюмах, затем он их раздел, потому что это было очень долгое и неудобное, и хуже видно движение, и, наконец, пришел к своей системе записи, к таким вот человечкам, состоящим из палочек, ну, таким знаком движения. Надо сказать, несмотря на, ну, какой-то абсолютно рискованный эксперимент, от которого он получал громадное удовольствие, писал, что у меня уже весь балет в голове, у него там был некий проблем с задержкой визы, и что Сергей Павлович должен как можно быстрее выправить эту визу, потому что, ну, как бы уже время не ждет. И, тем не менее, спектакль, ну, имел даже некоторый успех, и один из ведущих балетных критиков французских писал о том, что художник как колоду карт раскидывает перед нами вот свой балет. И, конечно, для Ларионова, который был автором первого художественного объединения «Бубновый балет», наверное, это был очень точный комплимент. В конце 20-х годов, после смерти Дягилева, работа Ларионова в театре, который он так увлечен, сводится к минимуму. Больше никто не готов предоставить ему возможность так смело экспериментировать. И он имеет, наконец, время для того, чтобы вернуться, ну, если не к живописи, то к станковому искусству. Теперь в творчестве Ларионова, пожалуй, ведущую роль занимает графика. Даже в тех живописных натюрмортах, интерьерах, постоянной составляющей становятся включенные в композицию рисунок или рисунки, висящие на стене, лежащие на столе. А цветовая гамма утрачивает свою яркость, становится монохромной, как бы возвращаясь к началу его творческого цикла. В это время возобновляется и такой своеобразный, привычный по русским годам, такой как бы календарный цикл Ларионова, когда летом он работает много на юге, а зимой, ну, занимаются какими-то организационными делами в большей степени. Только теперь этим югом становится не любимый Тирасполь, а побережье Средиземного моря, от Ниццы до Марселя, те множество маленьких городочков, почти рыбацких деревень, которые тогда еще не были фешенебельными курортами. В одном из писем Гончарова он пишет, что вся французская провинция напоминает Тирасполь. И действительно, вернувшись в такую провинциальную жизнь, он вновь находит там источники вдохновения, где-то возвращаясь порой к своим сюжетам. И, конечно, одной из его тем, к которым он с такой любовью возвращается – море. Дело в том, что еще в десятые годы, вот в этой серии «Море и пляжей», «Лучистских морей и пляжей» была воплощена идеально вот эта вот идея, ну, беспредметного искусства. Потому что, собственно говоря, стихия моря, она сама по себе, ну, беспредметна. Он работает акварелью, ну, тушью, черной акварелью, и как бы происходит совпадение материала. То есть водная стихия моря как бы в буквальном смысле совпадает с вот этой стихией акварели, с материей, которой, собственно, имеет дело художник. И он создает целую серию морей, те редкие вещи, которые имеют достаточно точную дату, потому что опять в письме Гончаровой он пишет «Я нашел новую форму для воплощения моря в начале 30-х годов». И мы видим такие удивительные беспредметные композиции, в серии которых есть такие немножко подсказки художника, немножко такая намек на ту грань, которая, с одной стороны, прозрачна между предметным и беспредметным, между стихией моря и стихией краски. Это вот эта лунная дорожка угадывающаяся, какой-то изгиб волны, которую можно тоже увидеть на этих композициях. И одним из таких вот загадочных произведений становится такая монументальная, в общем-то, работа женщины на фоне моря, на фоне столь любимого художника моря и даже какой-то угадывающейся вдали скалы, напоминающей ту скалу, которую Монте-Карло, где он часто бывал, в том числе, когда работал для дягилевских балетов. По сути, экспозиция каких-то вещей. Там и обнаженные натурщицы, и изображения этих обнаженных натурщиц, и какой-то женский портрет, и вот эта фигурка первобытной Венеры, и летящая птица, которая часто для Ларионова становится эквивалентным подписи. Это, кажется, его экспозиция, развернутая на фоне того, что он больше всего любит, на фоне моря. Еще одна тема – это Ларионов коллекционер. Ну, как уже понятно, Ларионов человек увлекающийся, увлекающийся страстно, и поэтому коллекционерство, которое было вообще-то, ну, такой характерной чертой рубежа веков, это как раз время коллекционеров, тех, кто собирает произведения изобразительного искусства, но это еще время интереса вот к народному искусству. Собственно говоря, многие художники собирали, начинали собирать лупки, вспоминают о том, что вместе ходили по базарам в поисках вот этих вот народных картинок Кандинский с Ларионовым, и у Кандинского тоже была своя коллекция, но такой обширной коллекции, как у Ларионова, наверное, не было ни у кого. В 13-м году он устраивает две выставки из своего собрания лупков и иконописных подлинников. Одну совместно с архитектором и коллекционером Николаем Виноградовым, другую из собственной коллекции. И эта коллекция, ну, просто посчитав по каталогу, насчитывает уже около 500 предметов, около 500 экземпляров лупков. Там были лупки самые разнообразные, ну, конечно, русские, японские, китайские, даже европейские. И все это было дополнено какими-то еще объектами, например, солдатскими мишенями, трафаретами для перенанесения рисунка на ткань, набойками, даже пряниками. Возмущалась и публика, и рецензенты тем, что все это оказывалось перемешку, и более изысканные японские гравюры соседствовали с никому не нужными, цитирую, солдатскими мишенями. Ну, мы помним интерес Ларионова к солдатской жизни, его солдатские серии, название выставки «Мишень», одной из последних организованных им в России. И Ларионов не просто коллекционер, он не просто увлеченно все это собирает и складывает. Он это использует. Какие-то идеи, которые он заимствует у народных мастеров. И это не только способ нанесения краски, например. Мне кажется, например, что из цветных лубков вьетнамских к нему приходит идея использования разноцветной бумаги уже в парижские годы. Из каких-то надписей, которые возникают в его картинах, а потом и переходят в театр, театральную декорацию, тоже, возможно, идут из лубка. Но вот эта коллекция после отъезда художников, которые в 15-м году уехали с Дягилем, естественно, работать и не взяли все то, что у них было в России, она не переехала в Париж вместе с пересланными произведениями живописи Ларионовой и Гончаровой. И в Париже, как только он оказывается на улице Жака Кало, вот в этой своей постоянной квартире, которую художники арендовали в мае 19-го года и прожили в ней всю свою жизнь, он начинает заново ее собирать. Тем более, что это левый берег сены, недалеко набережные, где лавки, вот эти, ну такие ящики букинистов, где продаются все это старинные гравюры, лубки, открытки. Рядом букинистические и антикварные магазины, где это тоже составляет значительную часть, ну как бы представленных материалов и то, что ему по деньгам купить. И уже в начале, самом начале 20-х годов он пишет Дягилеву письмо о том, что я уже собрал больше 600 вот этих предметов и приглашаю вас посмотреть на это, потому что теперь я собираю под углом зрения театра танцы, которым вы меня увлекли, Сергей Павлович. И собственно говоря, вот всю эту часть, которая тоже включает и самые разнообразные лубки, вот здесь мы видим японские, вьетнамские, индийские, ну конечно русские, которые теперь наименее многочисленны, потому что все-таки, наверное, на набережных сенах больше можно было найти восточных лубков, чем русских. Все это было заново собрано и вот представлено теперь на выставке. Кроме вот этих вот лубков Ларионовс начинает собирать книги. И все это хранилось сначала в квартире, которая, конечно, была небольшой. И те, кто ее посещал, вспоминают, что книги лежали грудами, горами, между ними были протоптаны дорожки. И только Ларионов мог извлечь из этой груды какие-то настоящие сокровища. Не случайно кто-то из посетителей сравнил его квартиру с пещерой Али-Бабы. Порой, готовясь к приезду каких-то особо почетных гостей, Ларионов украшал свое жилище, например, ставил на верхушку этих груд горшок с цветами. Так вот приветствовал своих посетителей. Потом он даже снял специальное помещение для своих коллекций. С одной стороны, это тот материал, который ему просто нужен в работе. Там какие-то литературные источники для спектаклей, там пьесы, которые он оформляет, какие-то книги многочисленные по истории балета, которым он так увлечен, какие-то новинки литературы, в том числе выходящие в Советском Союзе, всеми правдами и неправдами, переправленными в Париж. Поэтому к нему часто ходили коллекционеры европейские, потому что только у него можно было найти книги, вышедшие в Советском Союзе. Журналы юмористические, связанные с театром, какие-то старинные книги, например, книги «Крюкового письма». При этом рядом с ними вот сборник солдатских песен, рядом с ними, например, книга о певчих птицах. То есть, вы видите, здесь еще как Ларионов, который был так открыт всему миру и собирался, кстати говоря, писать такую историю, связанную с театром, интернациональным коллективом авторов. И так и сейчас его коллекция служит вот таким вот соединением специалистов разных стран. Мы получаем какие-то новые сведения, они получают новый материал. То есть, эта коллекция по-прежнему живет так же, как и тогда, когда она была активно использовалась не только как предмет чистого коллекционирования.